Конгресс в осаде. В американской столице арестованы полторы сотни человек. Это активисты, которые организовывали акции за сохранение Обамакея. Система здравоохранения, которая досталась Трампу в наследство, но которую он пытается отменить. За баталиями на медицинском фронте наблюдал Дмитрий Анопченко. Если вы все еще выступаете за отмену Обамакея, тогда мы идем к вам. После десятков акций протеста у стен Капитолия протестующие пришли к конгрессменам лично. Проникли в здание по одному под видом посетителей, благо пропуск не нужен. А потом разделились на группы и одновременно по команде заполонили коридоры и кабинеты. Полиция Капитолия с ног сбилась. В результате арестовало 155 человек в 45 разных местах здания. Но до того, как это случилось, шуму они успели наделать немало. Заранее выбрав кабинеты даже не тех конгрессменов, кто особо активно поддерживает Трампа, их-то не переубедить, а тех, кто колеблется. А сомневающихся хватает. У команды Трампа по-прежнему недостаточно голосов здесь, в Конгрессе, чтобы окончательно похоронить главную реформу своего предшественника. Президент даже попросил сенаторов на каникулы не уходить, пока не проголосуют. Но они до сих пор взвешивают все за и против. Бюджетное управление Конгресса сообщило, если реформа будет отменена и замену ей не предложат, в последующие годы без медицинского страхования останутся 32 миллиона американцев. Но есть и плюс, сэкономят порядка 500 миллиардов долларов. Впрочем, думают многие сенаторы не об этих цифрах, а о собственных рейтингах. Уже через год части из них на перевыборы и рисковать должностью из-за непопулярного решения, ох, как не хочется. И понимая это, активисты только усиливают натиск. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.